Всем привет, я с вами Довидара2 и сегодня мы поговорим о Наруто Ультиматум Ниндзя Шторм 4. Как бы я сделал босс-баттл с Хиданом, которого в принципе не было во втором Шторме, он должен быть во втором Шторме. Все бы начиналось примерно вот так, как на экране. Я объясняю, время бесконечное, два раунда, это просто обязательно, как я считаю. И сначала, да, мы не можем использовать технику второго уровня. Хидан может, и фишечка в том, как я думаю, нужно, естественно, сделать так, не как в мультфильме, потому что в мультфильме он, что я, касается и делает этот круг, да, здесь он так же, да, дерется, вот, как, в принципе, видите, снимать огромное количество жизни, это обязательно. То есть, я объясняю, я поставил преимущество, я себе поставил одну тигнюшечку, у него типа все, и поэтому он мне так много снимает. Он, он очень мощный, как вы видите. Также обязательно, чтобы было пробуждение, именно это у Шакамару, как я считаю, потому что она как раз удобно показывать его техники и силы. Хидана, в принципе, тоже, да, можно было пробуждение делать сейчас, но у меня он тут не делает, к сожалению, его. Я бы даже специально сделал так, чтобы, когда ему снимаешь первую полоску, он бы автоматически входит в пробуждение, ну, чтобы было постановление поинтереснее, да. Ну, или даже можно не в первом раунде, да, во втором, чтобы он был, или есть второй раунд, он был в пробуждении. Что бы я хотел сказать насчет его суперспособности, потому что она довольно такая, необычная, скажем, вот, видите. Видите, я бы предложил, чтобы эти круги оставались все время, то есть, если он в этом, ну, к примеру, он делает штуку, и круг остается, то есть, навсегда. Или хотя бы на какое-то время, там, на пару минут, там, ладно, не на пару минут, это очень много, потому что бои тут быстрые, где-то на секунду хотя бы 30, и он мог спокойно войти в этот круг, и себя начать тут офигачить, и тогда бы вам снимали жизнь. То есть, ваша бы фишка была бы еще в том, чтобы помимо боя с ним, и вы видите, он дофига просто снимает, ваша фишка была бы, чтобы он не вставал в этот круг. Насчет квиктаймовентов, ох, это, конечно, тяжелый вопрос, нужны ли они в этом бою, я думаю, особо, в принципе, нет. И самое главное, в принципе, в этом бою, как я считаю, это чтобы второй раунд, именно второй раунд, сделали бы так, что он же все-таки бессмертный хидан, да? Ну, типа, в первом раунде он, вот, типа, падает, там, да? Ну, здесь, вы видите, я проиграл ему, ну, его жизни у него остаются, вот так же прямо, чтобы все примерно было, только он бы, я думаю, вот, он пока типа не может входить, как вы видите, в свое пробуждение, и это, с одной стороны, правильно, наверное, чтобы он, типа, когда вы побеждаете раунд, тогда он бы мог входить все время в пробуждение, или можно даже было сделать так, что, да, он просто, у него все время было пробуждение, то есть, начиная со второго раунда, он сам решал, может он входить или нет. Ой, так же обязательно круги, я считаю, чтобы они оставались на поле боя, хотя бы секунд на 30, он мог не входить. Так вот, начать второго раунда, так как он сейчас начался, как раз о нем и поговорим. Фишка в том, что я думаю, что нужно сделать так, он же типа бессмертный, ну, кто не смотрел, кто-то не знает, кто смотрел, тот знает, и фишка в том, что я предлагаю, когда ему снимаешь почти все жизни, вот этот последний участок, то есть, нельзя его вообще снять, просто нельзя, сколько ни бей, это будет бесполезно. И именно фишка в том, что нужно будет лидить его этой технике второго уровня, и это было бы просто великолепный конец боя, потому что, ну, это был бы, во-первых, как вынимая, во-вторых, офигенный бы получился босс-баттл, я вообще не понимаю, что им мешало так сделать, да, я вот чувак, который поиграл пару раз, я об этом думал уже давно, просто не рассказывал вам, и тут я решил, а что бы не рассказать, как я вижу именно босс-баттлы, то есть, вот так действие в лесу, можно в другом лесу, я просто в четвертом шторме нашел только этот лес, ну, он хотя бы, хотя, в принципе, он походит на ту местность, где они дрались, да, ну, в принципе-то лес, нет, да, и в итоге он тоже делает суперударь, я также предлагаю, смотрите, сколько он снимает, очень много, то есть, это снимает почти всю полоску, как вы заметили, да, обязательно, я думаю, что у Шакамару именно фишка должна быть, что он не может делать удар второго уровня, вот этот вот, до самого конца, то есть, вот у него, смотрите, ключевая точка, возможность сделать вот этот вот тайное добивание тогда, у Шакамару только появляется этот суперудар, и уже только им можно добивать, и, как видите, я и добиваю Хидану им, и вы видите, да, какую-нибудь пафсную, там, заставочку, и, естественно, что вот здесь как-то завершение, ну, не завершение тайны только-таки, а, типа, вот этот мне надо обязательно вырезать, это надо, так что вот так я вижу босс-баттл с Хиданом, подписывайтесь.